Сегодняшнее занятие очень является сложным по своему, можно сказать, осуществлению, потому что мы должны сегодня пройти всех пророков малого за одно занятие. Итак, я предлагаю начать с книги пророка Иоанна. Мы полностью рассмотрим сюжет этой книги, а все остальные книги мы пройдем в сложные места, просто будем открывать книгу. И, на мой взгляд, какие сложные места я буду объяснять, и если у вас будут возникать вопросы, будете тоже задавать эти вопросы. А вот пророка Иоанну нужно целиком посмотреть, потому что ничего подобного мы еще не читали. «Было слово Господне Кионе сыну Амавиину, «Встань иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иоанна, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоанну, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Для нас первое, что является непонятным в действии пророка Иоанны, это то, что он услышал Слово от Бога, «Но вместо того, чтобы стремительно осуществить это Слово, он убегает от лица Господня». Причем он предпринимает такое необычное действие, шаг. Он направляется в город, который по тогдашним меркам на краю Вселенной. А краем Вселенной была Испания для евреев того времени. Это мир известный, скажем так, включая Испанию. А вот что уже за Испания? Почему американский континент, он называется «Новый мир»? Вкусительно он, этот мир до открытия этого континента, он был, во-первых, неизвестным, да и не знали о существовании вообще этого мира. И вот он предпринимает такое путешествие, чтобы скрыться от Бога на краю Вселенной. Но вот, вы знаете, что еще здесь важно помнить, о чем я забыл упомянуть? Вот пророк Иоанн, это реальный персонаж или это нереальный персонаж? Вот как вы думаете? Вот был такой человек или его не было? Что? Не было. Не было, да? Ну, мы, конечно, не можем с уверенностью сказать, что он был, этот пророк. И потому что исторические обстоятельства, которые указаны в этой книге, они, знаете, они ничем не подтверждены, в частности, что касается обращения через покаяние Ниневии. А что такое Ниневия? Ниневия – это столица Ассирийского царства, Ассирийской империи. Мы не знаем о том, чтобы столица Ассирийского царства Ниневия пришла в покаяние. И как они исповедовали язычество, так они и продолжали исповедовать. Так вот, мы имеем дело в данном смысле не совсем с пророческой книгой. И в еврейском каноне книг книга пророка Иоанны относится не к пророческим книгам, а к Медрашу. Медраш – еврейское слово – это сказание. Вы помните, там притчи есть, вот, псалмы, экклесиаст, песни, песни. То есть такие назидательные тексты, но никак не пророческие. Ну вот, в септуагинте, в греческом тексте, в латинском, вульгате, и в нашем русском она относится к пророческим книгам. Передпринял Иоанна такое путешествие. Скрыться полностью от Бога, убежать от Бога. Вам не напоминает это действие Иоанны еще какого-нибудь персонажа из священной писания. Адам. Да. Адам, когда согрешил, то вместо того, чтобы раскаяться, он пытается скрыться за дерево, помните? И вот сейчас, когда мы будем этот текст изучать, то мы очень много аналогий встретим из того бытийного сюжета, который мы уже проходили с вами. Еврейский текст нам интересен еще тем, что он указывает Иоанна встал, чтобы бежать в фарсе с лица Господня. И указывает еврейский текст, что он сошел. Затем, когда он пришел в Иопию, это портовый город, то он сошел на корабль. Низ шел, спустился на корабль. И далее мы прочитаем, он опустился глубоко внутрь корабля, в трюм. И там он спал, помните? здесь еще очень важный момент, вот этот момент, тем, что сознание Ионы уйти куда-то подальше от Бога. Во-первых, спуститься с каких-то высот, спуститься вниз, глубоко, под землю, и потом еще уехать далеко-далеко, чтобы Бог не видел. Здесь мы видим, во-первых, примитивность сознания. Это как один огрешник, когда согрешал у себя дома, то он зашторивал окно, чтобы Бог не видел. В данном случае что-то аналогичное мы встречаем в книге Ионы. И вот когда он уже отплыл от Иопии, начался жуткий шторм. И вот все бывшие на судне начали горячо молиться своим языческим богам. И буря не прекращалась, и они решили бросить жребий, помните, да? Кто же все-таки виновен? То есть это очень тоже важный момент. То есть в сознании язычника существует очень четкая схема. Есть страдания, значит, есть причины этого страдания. То есть если я сейчас болею или что-то со мной плохое случилось, значит, я раньше что-то сделал плохое. Я согрешу. И вот в данном случае они просили у Бога, у своих, вернее сказать, языческих богов, которых, понятное дело, нет, но тем не менее здесь идет речь о религиозности этих людей. И пришли к выводу, что нужно бросить жребий. Но на кого упадет, значит, тот и виновен. И вот жребий упал на ион. И сейчас вы только обратите на это внимание, я пока не буду раскрывать полностью этот момент. когда они узнали о том, что виновен он, то есть иона, они сразу бросили его за борт? Что-что? Спросили сначала. Да. Они вначале его спросили, вообще, кто ты такой? Он сказал, я еврей. Понимаете, еврей, само определение еврей, оно больше относится к этнической принадлежности. Иудей, когда идет речь иудей, то это больше относится к конфессиональной, религиозной принадлежности. Он называет почему-то себя здесь евреем. Он не говорит, что я иудей. Он даже боится назвать себя правоверным, но тем не менее он говорит о том, что кланяется Богу, который сотворил небо и землю. То есть, он исповедует Бога. Далее. То есть, люди эти не бросили, я еще раз хочу подчеркнуть, не бросили его сразу за борт. Даже тогда, когда они узнали о том, что он признался, в смысле, из его признание, что да, я виновен. И он объяснил, почему. Потому что Господь меня отправил в Ниневию, а я бегу от лица Господня. Он и признается в этом. Они помолились истинному Богу, как здесь нам говорит текст, и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. И взяли иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить иону, и был ион в очреве этого кита три дня и три ночи. Вообще, что это за животное кит в данном случае? Нам греческий текст тоже говорит, что это китос. Китос. Китос для нас кит вообще это совершенно определенное животное. А для античных греков на языке, которых написано в данном случае писание, китос это просто морское чудовище. И вот что самое интересное, что морская богиня на греческом языке звучит китос. То есть морское чудовище китос, а морская богиня кито. Куда попадает собственно и пророк Иона? И здесь не нужно воспринимать опять-таки, что Иона попал именно в утробу этого морского чудовища. Мы должны понимать, что Священное Писание это прежде всего текст, который хочет сообщить нам о каких-то очень важных религиозных вещах, религиозных предметах. И не случайно наверное многие ученые пытаются, ну как это так? Вообще в утробу кита невозможно там попасть, что-то объясняет разным совершенно нелепые такие вот вещи. И дело в том, что изначально неправильное прочтение этого текста. Поэтому мы даже не будем пытаться защищать эту идею, что действительно Иона был в очреве кита. Не будем мы защищать людей. Мы помните, как-то с вами говорили о том, что особенно пророческие тексты, они написаны на символическом языке. На символическом языке это значит, что есть определенные слова, которые могут персонифицировать какие-то вещи, олицетворять. И поэтому слово китос в данном случае персонифицирует море, морскую стихию. А морская стихия она персонифицирует собою, вообще землю. Для чего нам это важно знать? Для того, чтобы во-первых, этот образ используется. Помните, в книге Евангелия от Луки 11 глава Господь говорит о знамени пророка Ионы. Что это за знамени пророка Ионы? Знамени пророка Ионы это присутствие Христа в недрах земли, в пещере, три дня и три ночи. И в результате происходит воскресение Христа из мертвых. То есть себя Христос сравнивает с пророком Ионом во чреве Китове. Мы еще вернемся к этому моменту сейчас, но продолжим пока дальше текст. И помолился Иона Господу Богу Своему из чрева кита и сказал Господу возвал я в скорби моей и он услышал меня из чрева преисподней я возобил и ты услышал голос мой ты вверг меня в глубину в сердце моря. То есть здесь мы видим что пророк Иона не говорит о том что он находится во чреве кита. он говорит о том что он находится в сердце моря. А сердце моря как известно является некая персонифицированная богиня. Мы еще встретимся сегодня в одной книге о том как ловко один из пророков персонифицирует зло. И вот и потоки окружили меня все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал отринут я от очей твоих однако я опять увижу святый храм твой. То есть в глубине Ионы в душе все-таки есть вера и надежда на то что Господь вернет ему опять жизни и что он увидит храм его объяли меня воды до души моей бездна заключила меня морской травой обвита была голова моя до основания гор я я не сшел вот здесь идет речь о том что море выступает некой персоналией земли что он снишел очень глубоко в основании гор то есть он умер по сути его уже нет среди живых но умирая как бы физически в нем не умерла надежда то есть в самой глубине ионы есть надежда на Бога что в его руке жизнь человека но ты Господи Боже мой изведешь душу мою из ада то есть по-другому описать условия его пребывания нельзя только ада когда изнемогла во мне душа моя я вспомнил о Господе когда изнемогла моя душа только тогда он вспомнил о Господе но это для нас молитва очень подходит потому что когда только изнемогаем тогда мы начинаем обращаться и молитва моя дошла до тебя до храма святого твоего причем он совершенно уверен в том что молитва его дошла до Бога действительно есть такие слова обычной житейской мудрости где говорится кто в море не плавал детей не рожал тот Богу не молился мне тоже как-то пришлось быть в море когда был страшный шторм на корабле и это было необычное поездка это была паломническая поездка и у нас была часовня там храм он был устроен в одном из ресторанов этого парохода и когда мы были возле Стамбула возвращались из Иерусалима народ расслабился в часовне мало кто заходил и тут начался страшный шторм причем действительно он был настолько страшным что нос корабля погружался в воду подпрасывал и нам сообщили о том что за нами два сухогруза разломило на две части погибли люди буквально в 30 милях от нас нам сообщили об этом и просто весь пароход был в это часов мы все настолько ох что молитва пошла сразу и благодаря этой молитве все-таки мы благополучно прибыли потому что так нам сказали что вперед не идите потому что впереди вас тоже ад так нам и сказали впереди куда вы собрались впереди ад мы правда остались на несколько дней там в Стамбуле потому что невозможно было продолжать такой важный момент и вот чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего а я глазом хвалы принесу тебе жертву что обещал исполню у господа спасение и сказал господь киту и он и звер и он на сушу знаете вот в текстах богослужебных в ирмосе говорится что кит изблевал и он знаете здесь очень важный момент и еврейский текст тоже об этом он не говорит изверх он говорит выплюнул представьте себе вот он пророк вот он такой тут его понимаете просто кит выплюнул ну знаете как выплевывает вот что-то лишнее мешающее это тоже очень важный момент ему нужно как бы почувствовать для того чтобы понять его положение хотя как мы уже говорили о том что не обязательно понимать буквально что он был в очреве кита здесь самое главное что происходило с ионой это то что он оказавшись только у основания гор он начал понимать суть далее вот есть у Амоса пророка такие слова господь бог сказал и кто не будет пророчествовать то есть если бог сказал то сложно после этого не пророчествовать то есть кто не будет со знаком вопроса естественно что бог сказал значит нужно открыть это пророчество если господь открыл его для того чтобы человек раскрыл его людям но что дальше происходит с пророком ионой и было слово господник ионе вторично встань иди в неневию город великий проповедуй в ней что я повелел тебе и встал иона и пошел в неневию по слову господню неневия же был город великий у бога на три дня ходьбы и начал его находить по городу сколько можно пройти в один день и проповедовал говоря еще сорок дней и неневия будет разрушена и поверили неневите не богу и объявили пост и оделись во вретище от большого из них до малого это слово дошло до царя неневии и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в неневию от имени царя вельмож его чтобы ни люди ни скот ни волы ни овцы ничего не ели не ходили на пастбище и воды не пили и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих кто знает может быть еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой и мы не погибнем ну понятное дело что 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 ну конечно да ну понятное дело что животные не постились но конечно все это утрируется знаете для чего утрируется для того чтобы люди евреи кому собственно адресована эта книга чтобы они поняли что все покорно Богу и животные покорны первое второе покорны Богу стихии повиновалась помните стихия морская когда послушались Слово Божие мореплаватели выбросили за борт и он и кит повиновался и зверх по слову Господню и он и язычники и те покорились все были покорны Богу кроме ионы но здесь еще интереснее и увидел Бог дела их что они обратились от злого пути своего и пожелал Бог позже пожалел Бог о бедствии о котором сказал что наведет на них и не навел и вот что самое интересное дальше в четвертой главе мы читаем и он насильно огорчился этим и был разгражен а чем он был разгражен что огорчило его совершенно верно что его предсказание не сбылось что погибнете вы злые язычники и молился Господу и сказал Господи не это ли говорил я вдумайтесь только в слова когда еще был в стране моей потому я и побежал в Фарсис и познал что ты Бог благий милосердный долготерпеливый многомилостивый и сожалеешь о бедствии то есть он знал о том что Бог помилует их и и поэтому он не захотел идти к язычникам и проповедовать им покаяние и ныне Господи возьми душу мою от меня ибо лучше мне умереть нежели жить то есть не хочет видеть прощение Божие спасение для неневитя и сказал Господь неужели это огорчило тебя ну как Господь с ним разговаривает как с ребенком в данном случае то есть такой тоже удивительный диалог и вышел и он из города и сел с восточной стороны у города и сделал себя там кущу и сел под нее под нею в тени чтобы увидеть что будет с городом интересно что он направлялся на запад в Испанию запад для правоверного иудея это это просто ад там ничего хорошего быть на западе не может ну просто не может потому что все хорошее только в иудеи на востоке и вот сейчас мы видим как иона выходит из города и направляется на восток а на востоке что мы знаем было насаждено эдемский сад рай был насажден на востоке вот здесь он идет в сторону в райскую сторону и там где беспощадно палило солнце на восточной стороне он строит шалаши в себе он сделал кущу и сел под нее в тени чтобы увидеть что будет с городом то есть его все-таки не покидала надежда а может быть все-таки господь пошлет гром и молнию на этот город то есть вот этого ему хотелось зато 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 он будет прав это вы знаете как ну ладно не будем тоже утрировать хорошо так вот что будет с городом и вот когда он размышлял о судьбах неневии господь бог произрастил растение и оно поднялось над ионой чтобы над головой его была тень и чтобы избавить его от огорчения его и он весьма обрадовался этому растению вот растение это удивительное растение это растение которое произрастил бог понятное дело что все бог произрастает но здесь совершенно ярко выражено что господь же помните ему скажет но ты же не трудился над ним почему тебя так огорчило что оно засохло а именно на востоке господь произрастил рай но иона как правоверный иудея должен было знать о том что на востоке был насажден богом рай для блаженства и радости и это должно было иону успокоить утешить ну в принципе он то и утешился ему стало приятно что выросло над ним растение и его не обжигал зной дневной и устроил бог так что на другой день при появлении зари червь подточил растение оно засохло когда же взошло солнце навел бог знойный восточный ветер и солнце стало болеть голову ионы так что он изнемог и просил себе смерть и сказал лучше мне умереть нежели жить всегда вот знаете это как ребенок вот если вот не по-моему то все лучше мне умереть или там самые радикальные меры самые лучшие средства от головной боли это глиотина понятная и сказал бог ионы неужели так сильно огорчился ты за растение он сказал очень огорчился до смерти тогда сказал господь ты сожалеешь о растении над которым ты не трудился и которого не растил который в одну ночь выросла и в одну ночь же пропала мне ли не пожалеть неневию города великого в котором более 100 более 120 тысяч человек не умеющих отличать правой руки от левой и множество скота то есть господь уничтожает это растение для чего для того чтобы в нем вызвать эти чувства сожаления и господь создал человека он промышляет беспокоиться о каждом человеке и вот ты и он а хочешь чтобы я вот так вот просто раз и всех уничтожил живущих в неневии причем господь приводит такой очень важный аргумент что не умеющих отличить правой руки от левой что это значит что что младенцы совершенно верно или просто очень простых людей и множество скота то есть то есть господь в данном случае милует и скоты своя это все-таки действительно скорее притча и господь хочет смягчить сердца евреев которые настолько нетерпимы по отношению ко всем не своим они любят только своих и презирают всех язычников но здесь мы видим как отзывчивые язычники и весь мир несмысленный на слово Божие и как лучший из евреев которого в данном случае этот текст именует пророком он не может отозваться всей полнотой своей души на зов и призыв Господний нужно вы знаете перевести еще имя Иона с еврейского языка это имя голубь птичка такая голубь мира в каком-то смысле но мы видим как этот голубь это скорее не вестник мира понимаете он хотел известить о каре Божии о наказании Божьем вот так слав человек и Господь в Евангелии от Матфея он говорит что не невиде не восстанут на суд с родом с ним имейте ввиду с кем с евреями то есть Господь ставит в пример неневитер язычников и осуждает окаменелое нечувствие евреев это очень часто на евангельских страницах мы слышим помните мы три блудники восхищает от вас царство Божие что отраднее будет Содому и Гаморе в день судный и так далее и эти тексты они очень важные для нас почему потому что они нам говорят о том что еврейский народ богоизбранный народ не в смысле своей какой-то праведности исключительности моральной моральной такой вот положительности моральной нет просто Господь дал такую миссию для еврейского народа и еврейский народ не лучше тех народов которые жили в то время а в чем-то даже хуже потому что мы видим особенно мы уже прошли много текстов Ветхого Завета и как пророки осуждают нечестие евреев и в каких сравнивая там с блудницами и так далее поэтому в данном данный текст я бы сказал что он очень лаконично выражает основную идею всех пророков которых мы проходили еще сегодня некоторые места мы пройдем если они надеясь на то что они сыны Авраама то помните как Господь скажет позже в Новом Завете вы сами говорите что вот мы сыны Авраама Господь может из камней сих воздвигнуть детей Авраама для евреев того времени осознание того что они получили божественное откровение стало некой религиозной болезнью духовной болезнью которая привела их к такому страшному отречению когда пришел в мир Мессия Христос они должны быть первыми кто принял Мессию всей душой более того они отвергли его изгнали за пределы священного города Иусалима и там предали его позорной смерти распятия на кресле так давайте мы продолжим пророка Иаиля я сейчас как уже говорил буду открывать книгу определенного пророка и как на мой взгляд мне кажется что это место оно является каким-то присущим именно этому пророку потому что вы обратили внимание что многие пророки ну не то что повторяются хотя и в каком-то смысле повторяются но ну как бы не выражают чего-то нового я бы сказал так как бы понятно уже о чем идет речь потому что мы уже раньше у других пророков это могли прочитать так обратите внимание на такие слова что передайте об этом детям вашим а дети ваши пусть скажут своим детям а их дети следующим урону это 1 глава 3 стих почему это важно потому что священные тексты изначально передавались устно и на востоке есть такая традиция заучивать вы не была такая традиция ну и в принципе сейчас она есть у бедуинов это не письменный народ и у них есть свои предания и они эти предания детям передают и обязывают детей выучить наизусть вот как молитвы мы молитву отче нашу учим своих детей там другие молитвы вот так же и это было в обязанностях так как некая заповедь к взрослым чтобы они эти тексты передавали через своих детей последующим поколениям что-то конечно записывалось но сами понимаете что книги для того времени это была очень большая роскошь не каждый мог себе позволить иметь книги поэтому приходилось все знать наизусть то тоже такой замечательный образ оставшиеся от гусеницы ела саранча оставшиеся от саранчи ели черви а оставшиеся от червей доели жуки то есть ничего собственно не осталось да тоже такой яркий образ приводит данном случае это описание тех наказаний которые постигнут еврейский народ далее потом в второй главе двадцать восьмом стихе есть новозаветное пророчество и будет после того из нее от духа моего на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши старцам вашим будут сниться сны юноши ваши будут видеть видение а также на рабов и на рабы в те дни излию от духа моего и вот тридцать второй стих и будет всякий кто призовет имя господне спасеться ибо на горе сегодня в Иерусалиме будет спасение как сказал господь и у остальных которых призовлет господь всякий это имеется ввиду что не только евреи для евреев конечно это слышать очень было можно сказать неприятно как пророк Иоги то о чем мы с вами только что говорили и здесь пророчество о пятидесятнице по сошествии святого духа на апостолов из ее от духа моего на всякую плоть и будут пророчества сыны и дочери это одно из этих пророчеств я не буду на нем останавливаться много дальше просто вы должны знать что есть такое пророчество о новом завете а пятидесятнице потом очень такой часто повторяющийся можно сказать афоризм который говорит о приготовлении приготовлении к войне перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья когда о мире идет речь то помните наоборот что вы берегуете мечи на орал то есть тоже часто у пророка встречается так далее пророк амос идет у нас здесь можно сказать такой рефрен то есть повторение как бы припев к этим текстом так говорит господь за три преступления дамаска и за четыре не пощажу его и это этот припев он обращен не только о дамаске как пророчество но и о филистимлянах здесь и о финикийцах и о эдоме и о сынах омоновых и о мааве и так далее и вот самое важное что во второй главе в четвертом стихе говорится то же самое когда идет речь об иудеях так говорит господь за три преступления иуды и за четыре не пощажу его то есть один и тот же припев употребляется не только к язычникам но также и к иудеям о чем это говорит это говорит о том что господь проявляет свою справедливость независимо от того богоизбранный это народ или это обычный народ то есть здесь господь проявляет свою справедливость равно ко всем то есть нет народа который как бы больше другого народа бог не лицеприятель он не смотрит на лица человеческие он судит за преступления за грехи вот как там за три и за четыре то есть в совокупности семь а семь это цифра полноты вы знаете да и обезраили ему ставится в упрек и вы назареев поили вином и пророкам приказывали говоря не пророчествуйте знаете знаете как воспринимали пророков иудеи не как людей говорящих слово от бога а как у нас в народе говорят ну не каркай а то накаркаешь вот то же самое вот если ты будешь так говорить значит так и получится поэтому лучше молчи мы не один раз уже встречали на странице помните что пусть он скажет пророчество хорошее как будто от меня зависит сказать хорошее или плохое то есть что бог скажет откроет правду истину а знаете правде рот не закроешь тем более если она от бога ну в принципе другой то и быть не может вот здесь еще такой в шестнадцатом стихе второй главы книги Амоса встречается и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день говорит господь здесь идет речь о событиях ветхозаветных но в то же время именно эти слова вы встретите когда мы будем читать новозаветные тексты когда события будут происходить где в Гефсиманском саду помните да что что да 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 который так сказать ногой потому что одежда так сказать значит не спает с него и он будет бежать от стражи так здесь Господь говорит в третьей главе только вас признал я из всех племен земли потому и взыщу вас с вас за все беззакония ваши пойдут ли двое вместе не сговорившись между собой здесь еще такие интересные слова 6 стих бывает ли в городе бедствие которое господь господь не попустил бы то есть если что-то и бывает то только всегда по попущению Божьему и вообще вы эти слова попустил попущение Божие вы часто встречали уже да вы обращаете на них внимание потому что воля Божия есть как попущение и для зла то есть Бог попускает осуществиться злу но нет со стороны Бога желания чтобы это зло осуществилось Он просто попускает потому что у зла тоже есть свое произволение ибо Господь Бог ничего не делает не открыв свои тайны рабам своим пророкам но тем не менее когда даже бывает какое-то бедствие то Господь всегда открывает об этом бедствии предупреждает и вот сколько Господь предупреждал через своих пророков никто их не слушал изгоняли унижали оскорбляли помните сколько было зла сделано для пророков так здесь еще интересный у Амоса 5 глава 18 стих 5 главы горе желающим дня Господня для чего вам этот день Господень он тьма а не свет тоже как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь или если бы пришел домой и оперся рукой о стену и змея ужалила бы его разве день Господень не мрак а свет он тьма и нет в нем сияния мы сегодня зависит зависит от просвещенности святом евангельским как заканчивается апокалипсис вспомните какими словами что да Господи гряди гряди то есть иди иди то есть дается такое положительное утверждение обращенное к Богу Господи приходи побыстрее это несмотря на то что человеку становится известно из страниц апокалипсиса что же такое день Господень это ужас помните сколько бедствий будет но христианин способен идти навстречу Богу ветхозаветный человек это может делать с большим трудом в нем нет силы нет благодатной силы для того чтобы идти навстречу Богу он как Адам как Иона прячется под кустиком уходит куда-то в страну далекую но псалмопевец прозревая он говорит Господи каму гряду от Духа Твоего на небо ли взойду ты там ииси сниду в преисподнюю и ты там ииси нет места где не было бы Бога Бог везде и в преисподней в том числе но только там огонь божественный свет он опаляет обжигает человека доставляет ему страдания но не радость и далее Господь говорит ненавижу отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших если возносите мне всесожжение и хлебное приношение я не прийму их и не призрю на благодарственную жертву истучных тельцов ваших и здесь далее Господь говорит почему потому что вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего вот такие слова Бога вашего римфана а римфан это телец золотой телец который не по пустыне помните чествует римфан и называет Богом ваш это такое сочетание я еще не встречал получается что осталось только формальное поклонение Богу а внутреннего почитания Бога не было было некое некий магизм в ритуалах то есть они совершали то что как бы нужно совершать но сердце было совершенно далекое от поклонения истинному Богу почему позже скажет Господь что настанут времена когда в духе и истине будут поклоняться Богу вот здесь интересно и тоже в шестом стихе в шестой главе восьмой стих клянется Господь Бог только самим собой а вы которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите не своей ли силою мы приобрели себе могущество то есть вот так люди объясняют свои успехи и так далее не своей ли силою далее можно думаю перейти можно еще упомянуть восьмой главе одиннадцатый стих вот наступают дни говорит Господь Бог когда я пошлю на землю голод не голод хлеба не жажду воды но жажду слышания слов Господних и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку ища Слово Господне и не найдут его что это за странные слова знаете есть такие замечательные слова у одного египетского подвижника когда его ученики спросили отче скажи слово Господне а он говорит нет нынче слова ну в смысле слова наставления на землю и его спрашивают почему нет а потому что некому исполнять это слово то есть слово Господне оно не только должно звучать как медь звенящая и кимвал бряться яй оно должно доходить до сердца человека оно должно оживотворять сердце преображать его то есть настолько будет пустота что некому будет не говорить не исполнять люди будут скитаться и сами не знать чего они будут хотеть помните далее вы встречаете такие слова что вы будете есть и не будете насыщаться ваши утробы будут полными но вы не будете чувствовать сытости далее такой прекрасный образ красивый образ это уже обетование благословения через мессию христа 9 глава 13 стих вот наступят дни говорит господь когда пахарь застанет еще жнеца а топчущий виноград сеятеля и горы источать будут виноградный сок и все холмы потекут то есть как бы будет такой процесс беспрерывный и все и всего будет в изобилии даже холмы потекут виноградным соком то есть настолько все будет плодородным далее пророк Авдий я думаю что здесь такого ничего особенного нет это маленькая совсем книга в одну главу пропускаем дальше пророк Иона идем к пророку Михею вот как здесь он говорит о лжепророках во второй главе в одиннадцатом стихе если бы какой-либо ветреник выдумал ложь тоже такое интересное определение ветреник то есть здесь идет речь о лжепророке выдумал ложь и сказал я буду проповедовать тебе о вине и секере то есть секер это все напитки алкогольные кроме виноградного вина то он и был бы угодным проповедником для этого народа ветреник то есть такой знаете от ветра главы своей я так дальше четвертый стих третьей главы будут они взывать Господу но он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время как они злодействуют потому что в одиннадцатом стихе говорится главы его судят за подарки и священники его учат за плату и пророки его предвещают за деньги между тем опираются на Господа говоря не среди ли нас Господь не постигнет нас беда посему за вас и он распахан будет как поле и у Салим сделается грудой развалин и гора дома сего будет лесистым холмом вот здесь уже другое определение в четвертой главе и пере уют они мечи свои наорала и копья свои настерпе там было наоборот сказано помните да то есть здесь подготовка именно такой афоризм мира а то афоризм подготовки к войне здесь Господь иронизирует к евреям он говорит в четвертой главе девятом стихе для чего же ты ныне так громко вопьешь разве нет у тебя царя он как бы насмехается ты же хотел царя помните как Израиль хотел царя или не стало у тебя советника что тебя схватили муки как рождающую страдай и мучься болями чель Сиона как рождающая ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона там будешь спасена там искупит тебя Господь от руки врагов твоих то есть вот все вся самонадеянность так дальше вот здесь в пятой главе есть новозаветное пророчество а теперь ополчись это первый стих теперь ополчись чель полчищ обложили нас осадой тростью будут бить полоните то есть по щеке судью Израилева то есть Христа и ты Вифлеем Эфрафа мало ли ты между тысячами иудинами из тебя произойдет мне тот который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных вот здесь о предвечном рождении идет речь о том что он Бога человек не только человек но от дней вечных посему он оставит их до времени доколе не родит имеющая родить здесь пророчество Богородицы здесь видимо пророк Михей дополняет пророка Исаию помните все дева во чреве примет и родит тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их так вот здесь тоже такой прекрасный образ в шестой главе слушайте что говорит Господь встань судись перед горами и холмы да слышат голос твой слушайте горы суд Господень и вы твердые основы земли ибо у Господа суд с народом своим и с Израилем он состязуется кому может Господь обратиться к неодушевленной природе потому что люди не слышат он обращается к горам к холмам вот этот тоже замечательный стих 14-15 в шестой главе ты будешь есть и не будешь сыт пустота будет внутри тебя будешь хранить но не убережешь а что сбережешь то предам мечу будешь сеять а жать не будешь будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем вышмешь виноградный сок а вина пить не будешь тоже такой вот образ который должен был дойти до сердца жестокосердного и жестоковынного иудея здесь в седьмой главе во втором стихе говорится нет праведных между людьми и говорит пророк можете представить какое состояние пророка должно быть чтобы произнести эти слова нет праведных между людьми а пророк это человек который видит людей такими какими они есть мы видим такими какими представляют нам себя люди а пророк видит такими какими они есть конечно и то не все пророки мы помним из предшествующих текстов о том что пророкам тоже свойственно ошибаться лучше из них как терм а справедливы хуже колючей изгороди то есть вот такие лучшие а земля то будет пустынею за вину жителей ее за плоды деяний их почему бывает пустыня на месте какой-то деревни вот нет деревни вот сколько в России деревень полностью вымерших деревень никто там не живет в этих деревнях а потому что отвергли Бога затем все ударились в деревнях особенно русских деревнях в пьянство беспробудное и поэтому все превратилось в пустыню и в 18 стихе 7 главы все-таки дается некое утешение кто Бог как ты прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего вот остаток вы часто встречаете да в тексте то есть все-таки надежда на некий остаток в Израиле который все-таки истинно чтит Бога не вечно гневается он потому что любит миловать он опять милосердится над нами и сгладит беззаконие наше пророк на ум в третьем стихе первой главы Господь долготерпелив и великим могуществом не оставляет без наказания то есть Бог наказывает но помните мы уже встречали у пророка Иосии о том что Бог иногда не наказывает людей и это очень нехорошо когда Бог не наказывает помните он говорит потому что дочери ваши и сыновья ваши творят беззаконие а вы родители поддерживаете их в беззаконии и поэтому нет смысла уже наказывать потому что они неисправимы как и вы а вот здесь говорится о том что не оставляет без наказания наказание это вот наказ это имеется ввиду учеба учение вот когда мы служим молебен перед началом учебного года то там священник такие слова что значит научи послушанию детей чтобы они могли воспринимать наказание учителя вот наказание имеется ввиду именно их указание их наставление их вразумление то есть наказание всегда нужно понимать именно как наставление вразумление Бога как процесс воспитания не как кара так в третьем в третьей главе в пятом стихе вот я на тебя говорит Господь Саваук и подниму на лицо твое края края одежды твоей и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою и забросаю тебя мерзостями сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор это и произошло с еврейским народом то есть действительно был задран подол еврейского народа помните как ответил князь Владимир когда проповедник иудейский пришел предлагать свою веру князю Владимиру помните мусульманин приходил православный католик он сказал а где земля ваша у нас нет земли потому что Господь рассеял ради грехов наших за грехи наши то есть по всей земле и тогда Владимир отвечает так вы хотите чтобы и нас рассеял Господь то есть здесь действительно речь идет о том что знаете вот наверное нет ни одного народа в мире который не вызывал бы столько протеста вот где только еврейский народ появляется там начинаются какие-то еврейские погромы и так далее и так далее то есть всегда весь мир ведет с еврейским народом полемику и поэтому конечно лучшее средство еврейского народа это мимикрировать мы русские друг другу помогаем то есть лучше всего стать русским для еврея дай бог чтобы они приобщились именно к русской культуре потому что русская культура это прежде всего православие а православие это то что должны были унаследовать кто в первую очередь евреи они носители прежде всего истинной веры первые носители но они призрели бога они отвергли его кровь его на нас и детях наших они сами об этом сказали пророково кум вот здесь мы встречаем некий аналог диалога диалога такого дерзновенного я бы сказал диалога человека с богом аналог с диалогом иова с богом аналогичные вопросы задает пророк авакум да коли господи в первой главе втором стихе я буду взывать и ты не слышишь буду вопиять к тебе о насилии и ты не спасаешь для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие грабительство и насилие предо мною и восстает вражда и поднимается раздор от этого закон потерял силу и суда правильного нет так как нечестивый одолевает правильного то и суд происходит преврат но здесь бог отвечает первый ответ халдеи орудия наказания ибо вот я подниму халдеев народ жесток и необузданный сила его бог то есть халдеи они очень самоуверенные и самонадеянные они надеются на свою силу и вот они должны будут наказать этих нечестивцев среди еврейского народа затем Аввакум задает второй вопрос 12 стих этой же первой главы но не ты ли издревле господь бог мой святый мой мы не умрем ты господи только для суда попустил его скала моя для наказания ты назначил его то есть я не буду уже прочитывать весь текст этой молитвы этого вопроса смысл этого вопроса следующий что халдеи же все таки грешнее Израиля а раз они грешнее Израиля то как же они должны наказывать евреев и тогда господь отвечает вторая глава с первого стиха вне второго простите стиха что халдеи тоже будут наказаны и бог дает пять проклятий а мы помните часто именно встречали эти моменты когда господь избирает в качестве наказания орудия для наказания халдеев ассирийцев сирийцев и так далее для евреев в разные времена и более того он даже называет царей в частности вавилонских ассирийцев некими пастырями вот персидского персидского царя он вообще называет помазанником помните да кира называет его христос на греческом языке так не буду прочитывать этот текст то есть он отвечает что все будут наказаны то есть вы друг друга убиваете знаете наверное как вот в клетке крысы голодные просто уничтожают друг друга то есть они сами стали на этот путь уничтожение друг друга то есть они как бы запустили этот механизм своим грехом господь пытается всячески спасать еврейский народ это мы видим на протяжении всей истории еврейской и не только еврейский народ он защищает и спасает и язычников от тех же евреев опять таки так вот еще такой интересный стих во второй главе 17 стих ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных и пролитие крови человеческой за упустушение страны города и всех живущих днем то есть господь даже накажет человека за истребление устрашенных животных потом есть такой еще очень интересный стих на него тоже обратите внимание с 9 по 11 горе тому кто жаждет неправедных приобретений для дома своего чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья без слави измыслил ты для твоего дома истребляя многие народы и согрешил против души твоей камни из стен возобьют и перекладины из дерева будут отвечать им знаете я настолько вот как бы убедился как бы вот в этом вот часто приходят люди и рассказывают каких-то бедствий которые происходят внутри их домашнего какие-то сложности там необъяснимые внутри дома и вот когда пытаешься вот так вникнуть в суть происходящих несчастья задаешь какие-то вопросы то понимаешь что сколько было нечестия положено в основании этого дома и как будто сам дом камни перекладины все вопиет против этого человека и вот совершенно другое встречал я когда особенно бывал вот в монашеских кельях на Афоне это так чувствовалось когда заходишь в эти монастырские стены такое впечатление что эти стены живые с ними можно говорить они настолько одухотворены и от них идет благодать просто желание ходить по коридорам этих брошенных монастырских кель потому что раньше было на Афоне только русских монахов около шести тысяч человек а сейчас их сто человек не сто может быть со всеми по греческим монастырям может быть наберется 150 может больше я не знаю немного а монастыри которые строили именно русские они огромны это целые города все это брошенное и у меня была такая возможность просто бродить по этим русским монастырям заброшенным по кельям по храмам заброшенным которые вот стоят обрушенные там эти купола и так далее вот конечно особое чувство переполняет ну вот от этого всего действительно идет благодать Бож вот здесь мы видим совершенно о другом говорит Господь что вопиет камень и стен и перекладины из дерева будут отвечать за нечестие человека далее пророка сафонии книга так здесь тоже такой образ он дополняет тот образ о котором мы уже с вами говорили что вместо селения будет пустыня и вот здесь еще дополняется и покоиться будут среди нее стада то есть среди этих поселений которые оставили люди всякого рода животные пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее то есть именно города голос их будет раздаваться в окнах разрушение обнаружится на дверных столбах ибо не станет на них кедровой обшивки вот в чем будет чем будет город торжествующий живущий беспечно говорящий сердце своем я и нет иного кроме меня как он стал разваленою логовищем для зверей всякий проходя мимо него посвищет и махнет рукой действительно мне приходилось ездить по России я когда был личным секретарем одного архиерея в России и мы объезжали огромную по территории по территории епархии это можно сказать тысячи километров у нас таких просто расстояния здесь а это всего лишь одна республика автономная вот сколько этих заброшенных деревень огромные храмы стоят каменные храмы и действительно там животные живут покинул господь а мы сегодня говорим о монархе монарха нам давай царя господи поймем какого царя чтобы потом господь опять говорил когда начнутся какие-то бедствия а он с иронией нам говорил ну что вас царя развенит ну наш же был царь так что мы с ним сделали мы его изгнали в страну далечия и там понимаете расстреляли как бандита с его невинной семьей какого царя о чем речь у нас тоже в Крыму деревни вымирают так пророк Агей пророк Агей знаете здесь очень такой интересный есть момент это вторая глава двенадцатый стих если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного или вина или елея или какой-нибудь пищи сделается ли это священное и отвечали священники и сказали нет потом сказал Агей а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу сделаете ли это нечистым и отвечали священники и сказали будет нечистым сейчас ответим тогда отвечает Агей и сказал таков этот народ таково это племя передо мной говорит Господь и таковы все дела рук их и что они приносят там все нечистое теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад когда еще не был положен камень в храме Господнем то есть получается что что если человек нечистое что-то несет и прикоснется одеждой своей к чему-то то это станет нечистым да а если он несет какую-то святыню и прикоснется одеждой своей к чему-то то оно значит не будет освященным все очень просто потому что евреи здесь же говорится что таковы дела их то есть они могут передавать своей сутью человеческой нечистоту а вот святость не могут они сами не являются носителями святости только могут святыню нести но внутри как некая изоляция они через эту изоляцию не могут освещать окружающий мир а вот нечистоту могут почему потому что сами исполнены нечистоты поэтому передается и когда мы узнаем о святых людях и житии святых помните апостол Петр который проходил и тень его уже освещала одежды его исцеляли помните здесь вот то что есть то есть это тоже такой очень важный момент и на него тоже нужно обратить внимание пророк Захария так сейчас мы уже заканчиваем получается у нас осталось два пророка здесь очень красивые слова во второй главе восьмой стих ибо так говорит Господь Саваоф для славы он послал меня к народам грабившим вас ибо касающийся вас касается зеницы ока его то есть настолько дорог народ творящий правду как зеница ока поэтому все кто касается народа имеется ввиду здесь идет речь о дочери Вавилона то есть имеется сам Вавилон который оккупировал иудеев и вывел в плен к себе Вавилонскую землю вот дальше восьмой стих третьей главы такой загадочный текст который нам говорит о Новом Завете выслушай же Иисус но Иисус имейте ввиду тот Иисус кстати Захария пророк Захарий и пророк Малахия эти два пророка это пророки которые уже проповедовали когда евреи вернулись из плена потому что все остальные пророки кого мы рассматривали они проповедовали еще до плена израильского плена и иудейского плена а вот эти пророки они нам пророчествуют уже для евреев вернувшихся из плена и помните какой первосвященник был в то время когда евреи возвращались из плена Вавилонского его звали Иисус я еще на этом сделал акцент потому что из египетского плена в землю обетованную вошли тоже с главой народа которого звали тоже Иисус Иисус Новин да а здесь именно первосвященник Иисус так вот здесь обращается пророк к нему и рей великий ты и собратья твои сидящие пред тобой мужи знаменитые вот я привожу раба моего отрасли вот отрасль это уже речь идет о мессии о христе ибо вот тот камень который я полагаю пред Иисусом на этом одном камне семь очей что это за камень камень это церковь а семь очей это семь таинств вот 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 я вырежу на нем начертание его говорит Господь то есть на камне начертание его говорит Господь Саваух и сглажу грех земли сей в один день в тот день говорит Господь вы будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу то есть здесь идет речь именно о Новом Завете о Христе вообще конечно славянский текст он немножко другой но я не буду так сказать уже здесь его объяснять может не совсем обязательно так дальше у нас есть еще интересные места а вот вот что у нас в пятой главе пятый стих и вышел ангел говоривший со мной и сказал мне подними еще глаза твои посмотри что это выходит когда же я сказал что это он отвечал это выходит эфа эфа это еврейская мера веса сыпучести ну то есть какой-то сосуд определенных объемов и сказал это образ их по всей земле и вот кусок свинца поднялся и там сидела одна женщина посреди эфы и сказал эта женщина само нечестие и бросил ее в средину эфы а на отверстие ее бросил свинцовый кусок и поднял я глаза мои и увидел вот появилось две женщины и ветер был в крыльях их и крылья у них как крылья аиста и подняли они эфу и понесли ее между землей и небом и сказал я ангелу говорившему со мной куда несут они эту эфу тогда сказал он мне чтобы устроить для нее дом земли сенар а когда будет все приготовлено то она поставится там на своей основе это очень загадочный текст но вы знаете он уникальный текст он интересен тем что здесь персонализируется во первых грех человеческий нечестие зло персонализируется образом женщины нечестие причем она изображается именно в эфе то есть в определенном в определенной мере объема помните когда Авраам пришел в землю обетованную и Господь сказал что еще не сейчас этот языческий народ будет изгнан из земли обетованной потому что не пришла в ней не исполнилась еще мера греха их помните да этот момент книги бытия то есть вот мера греха мера греха то есть она тоже есть эта мера греха вот у каждого у каждого человека есть своя мера греха и эту меру греха знает только один Бог есть также мера греха у определенного народа и вот если эта мера не наполнилась то Господь еще терпит но когда наполняется эта мера значит Господь наказывает воздает справедливость и вот эту женщину нечестие погружают в эту меру которая является мерой для еврейского греха и две еще женщины с крыльями аиста как нам говорит текст уносит ее в этой эфе куда в землю синар а мы должны вспомнить что это за земля синар помните ее что там произошло в земле синар нет нет это это синар находится в месопотамии месопотамия это греческое слово месо это середина а потамус это река между речи в переводе месопотамия тигр и ефрат а события которых вы только что упомянули они происходили в египетской земле на синаре так вот на синаре синар синар не синар синар вы вспомните книгу бытия по-моему 10 глава 9 где гаинитяне построили город и в этом городе вавилонскую башню помните да долине синар что что немрот совершенно верно немрот и именно туда переносит сознание еврея пророк пророк нечестие отправляется в долину причем долина тоже обратите внимание не вершина синар а долина а долина это то что низко мы же знаем что мы читаем писание на символическом языке каждое в принципе слово оно имеет не только историческое значение но и духовное значение евреи конечно же понимают что произошло в долине синар созидание вавилонской башни как некого протеста против бога это был акт богоборчества имя создадим прежде нежели рассеяться нам они как будто предчувствовали и вот секундочку это я да вот и вот что самое интересное что в 11 стихе говорится чтобы устроить для нее дом в земле синар то есть для нечестия устраивается дом что это за дом это храм это языческий храм кто эти две женщины это богини понятное дело их нет то есть их не существует но поскольку мы говорим так и нечестие в данном случае оно персонализировано то есть в неком образе женщины точно так же и здесь под этими богинями понимаете справедливость и отмщение то есть богини справедливости и отмщения в языческом смысле и вот они уносят туда уносят от бога все нечестие от еврейского народа для того чтобы освободить от этого нечестия еврейский народ дать ему возможность дышать свободно а там в той земле люди поклоняются этому нечестию образом нечестия потому что все все нечестие оно персонализировано у язычника помните каждой страсти есть свое божество и поэтому в данном случае пророк говорит на языке понятно нам особенно для можно сказать языческого сознания евреев оно настолько было оязычено это сознание евреев и так и когда будет все приготовлено то она поставится там на своей основе то есть имеется ввиду на неком педестале для поклонения так что еще можно сказать об этом интересном тексте так ну ладно в принципе понятно да 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 и скажи ему так говорит господь совоход муж имя отрасли здесь тоже идет речь о Христе о Христе так отрасль почему отрасль вообще на знаете есть еще такой аналог я просто не помню с какого-то языка клон вот клон и отрасль это одно и то же вы знаете здесь я думаю не случайно используют те ученые я считаю что в данном случае эти ученые которые занимаются клонированием понимаете некая пародия потому что отрасль отрасль а Христос себя даже обниженной я бы сказал называет отрасль потому что отрасль имейте ввиду от народа помните он всегда подчеркивает сын человеческий а сыну человеческому негде главы преклонить Господь подчеркивает что я же от вас один из вас но пришел ради вас и тем не менее лисицы норы имеют птица гнезды гнезда а сын человеческий не имеет где главу подклонить отрасль то есть он отросток от этого человечества он бог но в то же время стал человеком одним из нас и почему знаете присутствуют в этой среде такие разговоры а может быть клонировать Христа да такие кощунственные а как как это можно сделать они уже придумали как это сделать вот есть туринская плащаница ни у кого сейчас не возникает никакого сомнения относительно того что это истинно историческая плащаница в которой было завернуто тело Христа и там есть часть крови да почему они безумствуют помните ищут чашу Грааля вот все для того чтобы клонировать вы знаете я думаю что что-то может аналогичное произойти ну конечно не Христа клонируют но они понимаете могут клонировать какого-нибудь потомка Давида и в результате сказать вы знаете интересная деталь в апокалипсисе говорится о том что антихрист традиция от девы блудницы помните от девы блудницы то есть понимаете а что это значит от девы блудницы вот она может по своему сердцу по своей душе быть просто извращенкой это женщина но и оставаться девой что особенно в наше время настолько естественно вот сейчас есть такие молодые люди которые на западе которые сходят с ума и заключают брак с компьютером не ну понимаете чокнутых много сейчас тем более в наше время любая чокнутость это вы знаете такое некое идиоматическое проявление личности считают но он так выражается сам выражается нормально да так вот что происходит значит когда происходит погружение человека в мир виртуальный мир там же у него есть к примеру сто невест да они таки называют вот это мои невесты там жены мои да жены и они с этими женами делают что хотят ну потому что эти жены позволяют делать все что так сказать они хотят и самое главное что на западе есть такая принятая форма брачного союза который называется на юридическом языке брачный контракт вот это сплошь и рядом так брачный контракт заключается в том что мы заключаем договор брачный то есть мы спим вместе имущество может быть тоже наше совместное но в остальные пункты жизни ты не имеешь права влезать то есть я могу еще иметь подружку женщина вот а мужчина может еще друга иметь ну вот это вот мы заключили договор дальше этого договора никто не имеет права влезать бабушка Таня так удивленно слушает то о чем я говорю вы знаете она думает господи вот то люди подурил это действительно так ну правда ведь так я вообще вас внимательно не смотрю вот понимаете я понимаю вот это действительно это понимаете вот иначе люди подурил понимаете это действительно потому что вот недавно понимаете я прочитал такую информацию что один вступил в брак с машиной своей вы знаете пожалуйста да последнее его увлечение там какая-то тойота понимаете какого-то там образца вот так ему нравится понимаете значит так то есть действительно сумасшествие полнейшее так я сейчас подвожу к чему к тому что значит вот эта девица она может совершенно спокойно удовлетворяться всякими виртуальными мужьями то есть не потерять своего девства физиологически и такой девы клонирует клона и в результате сбывается пророчество дева блудница родит антихрист и понимаете в подлинном смысле этого слова антихрист будет как бы получеловеком почему потому что в него помните говорится в апокалипсис войдет дьявол что что так вот понимаете что здесь мы видим мы видим некую пародию на боговоплощение сколько личностей во христе два естества две природы он бог и человек одновременно так ведь но личность одна божественная то есть не две личности во христе одна личность но две природы потому что бог взял свою личность божествен человеческую природу для того чтобы преобразить в гарниле своей личности, своего личного бытия, и вернуть эту человеческую природу, обновленную человечеству. И вот что интересно. Получается, что Антихрист — это не совсем личность, потому что клон — это не совсем личность. Клон, он является дубликатом, чьим-то дубликатом. Ну, некоторые скажут, ну хорошо, а что ж, значит, она женщина, а он же должен вроде как мужчиной быть. Все сейчас это легко устраняется. Он может одновременно быть и мужчиной, и женщиной, еще даже такое можно сделать сейчас. Вы же знаете, что сейчас творятся. То есть, всякие пародии, всякие кошмары на творение Божие. И вот в этом нечто будет дьявол, сатана. И именно в этом гарниле, в гарниле именно вот этой сатанинской личности произойдет искажение, извращение. То есть, вот всякое извращение человеческого естества. И он будет выдавать себя за Бога в храме Уссалимском. И к чему это я хотел сказать? А, за отрасль мы начали говорить. То есть, отрасль подчеркивается о том, что Господь отрасль от рода человеческого. Он часть рода человеческого. И он отдает себя роду человеческому. И он называет себя хлебом жизни. Помните, он говорит? Аз есм хлеб жизни. Яды и мою плоть, и пияй мою кровь, имеет в себе жизнь. И помните, соблазнились многие и перестали слушать его. И говорили, кто может это слушать? И отошли от него. И тогда Господь обращается к оставшимся ученикам. И говорит, может и вы хотите отойти. И тогда апостол Петр от имени всех апостолов оставшихся говорит, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глагол и вечную жизнь. Сейчас мы уже заканчиваем. Уже несколько минут осталось. А, вот вы знаете, еще очень важный такой момент в 11 главе, 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою». Вообще, здесь Спаситель предстает в образе доброго пастыря. И, как бы, добрый пастырь говорит, дайте плату мою, если же нет, не давайте. То есть, Господь не требует. И они отвесят в уплату. Мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, то есть, пророк, «Брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня, в книге «Исход» такая цифра для раба, выкуп раба в книге «Исход». «И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Вот здесь интересный момент. Вообще, образ горшечника – это образ воятеля. то есть, Он делает из земли какое-то чудо, какой-то шедевр, какой-то вазу, прекрасно. И сосуды – это то, что часто является образом человека. «Мы носим благодать», – говорит апостол Павел, «в сосудах скудельничьей». «Скудельничьей» – это имеется в виду глиняные сосуды. «Храм» – это мастерская горшечника, потому что Господь в храме лепит из глины человека. Когда мы приходим в храм с покаянием, то мы приносим скорее сырье для Бога, глину. Настолько затерян и настолько с трудом просматривается внутри нас образ Божий, мы приносим в храм, и Господь Христос начинает с нас лепить человека. Вновь от того безобразия, которая проникла внутрь нас вследствие нашего греха, Господь начинает процесс преображения нашего. И вот, когда предал Иуда Христа, то вы помните, что произошло. «Они купили землю горшечника для погребания странных». Кто такие странные? Странные – это безродные. Вот для того, чтобы их похоронить, выделяли самую плохую землю. Вот как странных у нас. Знаете, как хоронят на нашем кладбище? Безродных. Ну, понятно, с номерами, вот просто номер там, и в целлофановом пакете, грубо говоря. То есть вот. И самые худшие, не самые лучшие места, а самые худшие. А горшечника – земля. Земля горшечника – это земля неплодородная, глиняная земля. То есть там кроме глины, там ничего нет. То есть на ней ничего нельзя посеять, и там, соответственно, ничего там родить не будет. И эту землю, в те времена, землю горшечника использовали еще для выброса нечистот городских. То есть там погребали вместе с нечистотами и этих странников безродных. Вот такой тоже очень важный момент. Затем мы еще коснемся. Ну, в принципе, можно закончить книгу Захарии. А здесь тоже о грехах в книге пророка Малахии. Все, здесь совершенно несколько слов. Господь осуждает тех людей, которые пренебрегают чистым даром. Помните, мы говорили о непорочном, о непорочной жертве, которую должны приносить люди к Богу. А непорочная жертва – это та жертва, которая должна быть без порока. Если овечка, то самое чистое, самое лучшее. Помните, все Богу приносит самое лучшее. И здесь Господь осуждает. Он говорит, «Притом, говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете, и, говорит, Господь, и приносите украденное, хромое, и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоговением принимать это из рук ваших, говорит Господь, проклят лживый, у которого в стадии есть не испорченный самец, а он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя страшно у народа». Вот такой вот важный момент. Знаете, он даже более еще ярко говорит о том, что вы князьям своим приносите хорошее, если принесете им плохое, то как они отреагируют? А Богу ли приносите самое худое и плохое? Да вы знаете, казалось бы, какое имеет отношение сейчас это к нам? Прежде всего, мы должны из этого извлечь очень один важный урок. Богу мы должны приносить все самое лучшее. Самое лучшее время, самые лучшие силы, вот самое лучшее время для молитвы, к примеру. Это не тогда, когда, понимаете, мы уже просмотрели все возможные ток-шоу по телевизору, все новости, и потом Отче наш с тяжелыми воздыханиями и, понимаете, сломкой телес наших. Когда мы уже думаем, когда бы быстрее рухнуть в мягкую постель? Как Бог примет такую молитву, если мы приносим Богу самое худшее время? А самые лучшие силы это когда мы в свежести ума своего молимся Богу, в свежести сердца своего. Вот утренние молитвы, к примеру. Понимаете, мы уже накормили всех в доме, и собак тоже, с кошками, которые живут в доме. И потом, Господи, приими молитву мою, но так, чтобы покороче. И начинаем молиться, и думаем потом, ну почему же так все не складывается по жизни? А мы должны пораньше встать, для того, чтобы прежде всего помолиться, вознести Богу самое свежее состояние ума и сердца, и потом заняться другими делами. Бог упрекает человека за это. Он говорит, это нехорошо, так делать нельзя. Что-что? Совершенно верно. Утренний дух мой ко храму святому твоему. А у нас так утренний дух, что, понимаете, служба началась полдесятого, и, понимаете, к десяти начинают подходить. Ну, конечно, после интересных передач Савика Шустера там и так далее. И что там, какая, понимаете, голливудская звезда вытворила, или что она кушает. так вот, здесь мы должны четко понимать, что Бог смотрит на наше сердце. И помните, он осудил Каина за то, что он принес неугодную жертву, потому что он принес худшее из урожая своего, а Авель принес лучшее от первенцев стада своего. Так, вот я посылаю. Ну, и здесь еще в третьей главе есть упоминание о предтече. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, то есть уже о Христе идет речь, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь самов. И в конце 4 главы 5 стих вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Здесь идет речь об Яне предтече, и вообще может даже речь идет о самом пророке Илье, который явится во Второе славное пришествие. Вот мы прошли все пророческие книги, и нам осталось пройти еще несколько книг исторических. это книги Маковейские и последние книги книга Эздры. Мы должны будем прочитать эти объемные книги в течение всего Великого Поста, потому что занятий в течение поста, пасхальной недели у нас не будет, то есть у нас достаточно времени, мы должны все это будем прочитать. и за одно занятие мы точно так же пройдем все эти последние книги. И таким образом мы закончим чтение по Ветхому Завету. Знаете, у меня еще надежда есть, что может быть мы пройдем несколько книг из Митраша, то есть сказаний писания назидательных книг. Мне хотелось бы пройти книгу Песни Песней Экклесиаз. Вы поэтому тоже ознакомьтесь с этими книгами. Ну, конечно, псалмы, в принципе, многие из вас просто читают их. И мы будем псалмы толковать, когда будем проходить богослужение. То есть мы будем сложные какие-то места из псалмов проходить и те псалмы, которые избраны и используются часто за богослужением. И другие книги, которые используются в качестве паримий, которые тоже читаются там притчи и так далее. Вот. Это в принципе маленькая победа, что мы наконец-то прошли все книги Ветхого Завета. Вот. Канонические книги мы уже завершили сегодня, поэтому мы Ветхий Завет в каком-то смысле уже прошли. А значит, маковейские книги это не канонические книги. Но тем не менее это пред евангельская часть еврейской истории. Мы, конечно, должны знать именно о тех настроениях, которые предшествовали пришествию в мир Господа нашего Иисуса Христа. Какие вопросы у вас? Вопросы есть? Нет, да? Все. Что-что? Есть и оставим. Хорошо. Ну что ж, все, слава Богу. Благодарю вас за внимание. Спасибо.